можно я поеду домой просто разодрал кроссовок что тут делают эти фотографии всем большой привет ребята меня зовут карина аракелян и я очень рада вновь приветствовать себя на моем канале сегодня я неспроста держу в руках фонарь потому что сегодня я собралась вместе со своими прекраснейшими друзьями которые появились вот тут вот за мной исследовать самую страшную заброшку на окраине москвы мы приехали на самую конечную станцию чтобы зайти в самый жесткий лес в котором тусуются наркоманы и все ребята это очень стрёмное место я не знаю что тут будет карин боится я да я на самом деле волнуюсь немножечко на улице уже темнеет как бы уже 11 часов вечера и мы собрались на всю ночь идти в ту самую заброшку про которую ходит просто дофигища слухов я думаю это будет очень интересно это будет страшно да очень стрёмно и кринжо не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал если вы до сих пор этого не сделали потому что не подписавшись вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз и прямо сейчас мы идем в тот самый лес через который нужно полностью пройти чтобы дойти до заброшки посмотрите на все эти кадры вместе со мной погнали короче карина не хочет говорить но мы с собой взяли средства самообороны перцовые баллончики на всякий случай вдруг там реально будут наркоманы какие-то бомжи сатанисты нужно позади нас ребята лес через который нам нужно будет пройти чтобы дойти до заброшки на улице уже холодает связь пропадает как бы настроение уже такое тревожное у меня даже до 99 процентов из 100 не только у тебя не только у тебя честно не только у тебя я вообще в шоке от крапивы прямо сейчас ребят мы стоим наконец-таки или не знаю не наконец-таки на фоне заброшки и прохожие когда мы шли по лесу до заброшки сказали очень такие странные вещи которые нас немножечко взбудоражили что мы сказали то что направляемся в это здание прохожий сказал то что вчера его поджигали жестко и крыша может обвалиться это что охранники которые в особенности могут в эти дни находиться тут ищут тех самых людей которые вчера подожгли заброшку и типа как бы странно если мы им попадемся то не поминайте лихом плюс крыша очень-очень хрупкая ребят реально представляете я все тут посмотрел крыша мне кажется может обвалиться это очень жестко и он плюс страшно для нас на что погнали в заброшку капец все ребят можно я поеду домой я если честно ребят не знаю кто мог так поджечь это здание ведь тут только стены и дерево то даже в основном нет вот только потолок крыша капец какой-то погнали дальше кстати матвей вот мне кажется вот это помещение это была школьная столовая потому что тут ну прямо но такое огромное по сравнению с другими комнатами и тут прям все выглядит как школьная столовка кстати ребят под пол очень легко провалиться потому что я прям на нем видите прыгаю и он тут прям супер слабенький тут все обвалившиеся но можно найти очень много всего интересного чтобы изучить историю этой заброшки идем дальше только уже как-то чувствуется такой страх такое так просто упала а тут кстати ребята обвалился потолок нормально так он обвалился второй этаж я пытаюсь говорить максимально не полив себя потому что мне реально стремно ну и тут как бы можно заметить сразу же всякие футболки кирпичи и бутылки фотографии кстати ребят идите сюда что нашла фотку какую-то идите сюда в натуре да ну дай посмотреть ой 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 осторожно это что это лодка это гроб это какой-то гроб это это на гроб похоже на лодку похоже на лодку нет чувак это не гроб хотя это гроб вижу внутри отбивка это гроб ну фотка и форма стоп вы еще серьезно да это фотка вы думаете что это гроб причем тут фотка гроба в школе почему там подушки вообще погоди слушай посмотри посмотри вот тут лицо как будто лицо видели ребят вот как из из вот эта картина есть крик или как там она называется нет по любому гроб по форме в реально перегоревшие но тут как бы сгоревшие здание и в принципе это ну прям окей а что делают фотки гроба в школе вот я сама не понимаю может это не школа то было это очень странно мне уже плохо пойдемте дальше пойдем отсюда уже без шуток здесь человек захоронен просто покажи в камеру карин покажи покажи ну просто что тут делают эти фотографии и типа пойдемте дальше нет нет мы должны выходить вы чё пойдемте второй этаж еще есть вы чё шутите что ли выходить нельзя а вдруг тут люди захоронены ну так не думаешь посмотри что уходи что ли не просто так эти фотки с гробами нет все ладно пойдемте все 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 пойдемте на второй этаж мы вчера приехали мы еще надо там по любому что-то будет интересно вы верите в эти в примеры да ну так да знаете вот фотки с гробами все это такое это как бы не здравая тема абсолютно понятно но я предлагаю идти дальше мы шли сюда нормально ты придумал ребят двумя парнями они говорят иди дальше первый карин иди первый ребят начались первые жесткие проблемы когда я выбегал просто разодрал кроссовок вот такая дырка а вы чтобы понимали ребят я надела вот такие вот чудесные вы бетоны черные за 80 тысяч рублей на заброшку кто так может я могу мои просто все в доме пока ребят ребят мне уже реально не смешно и становится немного не по себе ведь эти фотографии они же неспроста тут наверняка ребят тут лестница пошлите на второй она нормально не гнилая все мы кстати ребят посмотрите тут кто-то целился в человек ну типа на нарисованного я до сих пор в шоке вот с этого нафига вы взяли эти фотки я с собой ее возьму фу как просто женщина захороненная фотка с похорон я не знаю это очень жестко короче мы сейчас идем на второй этаж везде просто полы прожженные я думаю все может в принципе обвалится карине пофигу я больше всех походу боюсь макс уже вообще по своим делам убежал вон смотрите все в порядке как пойдем дальше я не знаю у меня честно уже коленки дрожат кстати здесь пол очень хрупкий да и тут нет перил поэтому я тебе советую не идти с края в дверь и здесь пол такой знаете он полой как бы тут мы можем взглянуть на то самое место где мы нашли фотографии только уже со второго этажа как бы вот там вот это все дело выглядел просто иди сюда просто иди сюда посмотри посмотри какая там крыша она сейчас просто обвалится все сгорело все просто до тла а тут лес ни звука кстати не слышно просто ни звука очень жестко очень очень тихо не страшно даже на сегодня немножко погнали потихоньку ребятки вот такие тут есть изображения красными чернилами так сказать граффити прекрасные которые я слух не хочу озвучивать дабы избежать проблем ребят у меня зрение плохое но мне кажется тут фотки ну чё здесь фотки не одна и не одна их тут 4 ты не хочешь посмотри первое я вижу фотки я сейчас вижу гроб и это такое ощущение что сейчас кто-то прикалывается реально я тоже вижу гроб здесь я тоже вижу гроб и походу жгли здесь здесь кучка лежат так не кажутся ну почему это охренеть посмотри на эту фотку пожалуйста охренеть это чё такое это уродица какое ребят все я не могу мне чё за херня чё это место это клешни типа или что это так это это гроб это понятно теперь уже понятно что это гроб это мальчик может это настолько старое здание типа это школа а это гроб это школа интернат уродцев которых тут и захоронили мне плохо короче не показать иметь фотки даже нет больше вот какого-то ребенка тоже очень странного какой кошмар боже мой понятно почему эта школа в лесу находилась потому что их изолировали просто обществу кстати говоря кстати говоря смотри на фотки у него вместо рук клешни какие-то посмотри на ноги его а так это они даже в форме в какой-то да походу типа не здесь учились и болели чем-то получается зеленая фотка фотка зеленого цвета зеленая очень старая все пойдемте дальше пожалуйста я уже не хочу тупить я не знаю как там обвалился потолок ребят может мы зря тут идем на картонке на картонка ка-ка-ка ну дебилы мы сейчас если упадем это все ребят не поминайте их обрели просто какие-то ритуалы типа проводят нет учитывая кстати там эти значки как не называются пентаграммы могут могут там пентаграмма какая-то желтая желтая мало того прям в центре зала это прям видно что все пожженные да еще фотки типа же не подходи туда близко не подходи матвей это я честно хочу передать что максимально прям вот эту атмосферу тут жутко как бы вот вы это не смотрели там по ту сторону экрана здесь бляжу реально не звука нет мы ни хуя еще не услышали просто ничего посмотрите просто посмотрите на эту дырку Ваня покажи прикиньте вот это был пол он сейчас пораженный посмотрите его просто нет я очень надеюсь что никто из нас здесь не упадет и никого не встретит это самое главное там кстати уходит туалет посмотрите на эту дырку просто она не самая такая последняя свежая а консервная банка вот смотри вдали иди возьми иди возьми иди возьми покажи что она пустая я просто по полу лазил и ловил ее пошли она может укусить они бешенство переносит жесть погоди а ты еще поймал я просто кофту на нее накинул придавил сразу пошли отпустили а ты чё туалет причем нормальный такой туалет отпускаю сейчас крысу давай если она на вас побежит я не виноват если она подпускает все пока мистер крыс у меня сейчас больше волнует то что я во первых просто порвал так что не пугайте меня в темноте есть листья какие-то ребят зачем ты это трогаешь а тут сажа после пожара видишь где сейчас мы все узнаем что здесь снимать что здесь пошли гай Продолжение следует...